Пару месяцев назад жители поселка Прибрежного остались без одного из благ цивилизации – воды. С чем это связано и как решили проблему местные власти, узнавали наши корреспонденты. Что может быть хуже, чем остаться в летний период без воды? Жителям Прибрежного поселения пришлось на себе испытать такие трудности. Скважина глубиной в 160 метров запесковалась, рассказывает глава Прибрежного сельского поселения Татьяна Сайганова. Это и стало причиной отсутствия питьевой воды в домах поселка Прибрежного. Эту проблему администрации поселения удалось решить оперативно. Мы объявили чрезвычайное положение на территории. И в связи с этим сделали телеметрию скважины и перебурили её на сегодняшний день. Проблема решена. Ещё будет, конечно, естественно, ещё покажет летний период, потому что в осенне, конечно, потребления воды гораздо меньше. Поэтому, кроме того, что мы пробурили скважину, мы ещё закольцевали по улице Агрономической, 340 метров водопровода проложили, провели закольцовку по улице Рябиновой. Ну и надеемся, что результат на сегодня положительный, пока жалоб нет. Ремонт скважины длился в течение трёх недель. Средства были выделены из бюджета поселения в сумме более 1 миллиона рублей. Квартальная посёлка Прибрежного Татьяна Ткаченко говорит, что жителям пришлось нелегко. Поступало много жалоб. Сейчас всё наладилось, и жизнь в посёлке пошла своим чередом. Сейчас, в данный момент, вода бежит хорошо. Спасибо, что пробурили, спасибо, что в данный момент есть вода. Жительница поселения Галина Исаева живёт в Прибрежном всего два года. Она переехала с Дальнего Востока. Без воды в доме, говорит, женщина, приходилось тяжело. Она рада, что удалось решить эту проблему в короткие сроки. Сейчас хорошо у нас насос работает, вода хорошо бежит, всё нормально. Привыкли уже, газ есть, тепло. Впереди зима, поэтому расход воды будет гораздо меньше. А значит, и проблемы с этим благом цивилизации, возможно, обойдут стороной. Тина Копачевская, Игорь Иванчугов, программа «События».